Новое видео выходит каждый день в 20.00 Друзья, дорогие друзья, коллеги и все другие люди, которые каким-либо образом зашли на этот видеоролик в поисках чего-то сокровенного, чего-то искрометного и возможно даже самп-обзора, но самп-обзора в данном видеоролике, как вы можете понять, не будет. Будет тут нечто другое, но не менее важное. Сегодня у нас 28 октября 2019 года. Я хочу, чтобы вы по-настоящему запомнили эту дату, чтобы вы максимально прочувствовались и вот так вот думали, уже располагали таким мнением, что вот, да, вот 28 октября 2019 года это вот тот день, когда буквально жизнь разделилась на два момента. До и после. Ведь этот канал, вот это вот мой второй канал, который я планировал чисто для своего челленджа, на котором я выпущу тысячу роликов и потом вообще посмотрю на этот результат, либо на всё забью, там пойду куда-то на завод, либо там, я не знаю, прославлюсь, буду продавать рекламу за миллионы и миллиарды денег. Однако сегодня мы поговорим нечто о другом. Вы знаете, вот у меня с 2013 еще года был канал на английском The Dance Simeon, да, там он в 2013 году начал с обзоров модов по Майнкрафту, в 2019 закончил такими роликами по Сампу на Arizona Roleplay и сегодня я как-то вот поподробнее вам хочу обо всем этом рассказать. Как вы можете понять, сейчас я нахожусь на проекте Arizona Roleplay в сервере Phoenix, это самый первый сервер Arizona Roleplay, я неспроста его выбрал, потому что я в принципе самый первый вообще в Сампе, в GTA Sump контенте, в GTA Sump вот этих вот всяких критических, вот этих постироничных метамодернистических роликах и во всем, во всем вот этом вот прочем, о чем вы можете только подумать. Поэтому, что я вам могу сказать, это самая первая фраза на этом канале, я хочу, чтобы вы ее запомнили. Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой ник DanteConnor, по которому вы получите 300 тысяч игровой валюты, 300 тысяч долларов и всего прочего, находится в описании под данным видеороликом. Можете заходить, регистрироваться, играть вместе со мной, потому что мне там сейчас... Я сейчас буду активно играть, потому что мне там надо апнуть 10 левел для того, чтобы я смог сделать себе промокод, потому что промокод он есть у всех крутых людей, у всех крутых и не особо крутых ютуберов, и я думаю, что я должен вот всего этого добиться, поэтому сейчас вот до 10 левела я буду достаточно активно играть, а потом вот уже после 10 левела уже мы посмотрим, однако сейчас вы можете прям вот поиграть со мной, и там буквально регистрируетесь, выбираете какого-нибудь негра и всех прочих людей, и вот начинаем проходить мы вместе с вами какие-то квесты, и при этом вы регаетесь на них, DanteConnor, и уже получаете 300 тысяч вертов, 300 тысяч игровой валюты, вот, то есть уже вот так вот. На Arizona Roleplay Channeler можете продолжать регистрироваться, разумеется, если вам там все это... Там вам с системой автоматически будет выдаваться 300 тысяч долларов и всех прочих вещей, поэтому вы можете туда просто зайти и вот все остальное сделать. Я думаю, что мы с таким, знаете ли, лирическим отступлением длиной почти в 4 минуты, я думаю, что мы уже с этим полноценно закончили, и можно переходить к каким-то другим, я не знаю, культурам, каким-то другим вообще языкам, и вот ко всему, ко всему прочему, из того вообще, о чем вы можете вообще рассказать, подумать и так далее. Вообще на этом можно было бы... Я, блядь, зачастил с этим вообще, но не важно. Можно было бы на этом закончить вообще весь этот видеоролик, вообще-вообще-вообще, да? Но при этом я думаю, что нужно вот этот вот самый первый видеоролик сделать на 10 плюс минут, для того, чтобы вы его запомнили и вообще знали, с кем вы имеете дело вообще, кто я такой, если там есть какие-то ньюфаги на вот этом вот всем канале, чтобы вы вообще понимали, что тут и как будет. Ну, во-первых, ролики выходят каждый день в 20.00, теперь с рекламой Аризоны, каждый новый ролик будет с рекламой Аризоны, не знаю насчет самп-обзора, там я как-то постараюсь рекламку не делать, тем не менее, да? То есть теперь каждый новый ролик, вот, прошла неделя, и вот за эту неделю 7 роликов, они были с рекламой Аризоны, разумеется, у меня могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства, когда я не могу там в какой-то определенный день выпустить ролик, я на следующий день выпускаю 2 видеоролика, либо не выпускаю вообще, потому что, ну, в этом нету никакого смысла абсолютно, вот, как я уже понял, поэтому выпущу там когда-то потом, вот, и так далее. Все равно мне же 1000 роликов надо выпустить, я тут уже почти выпустил 300 видеороликов и вот сделал все прочее. Наверное, нужно начать с моего отношения к Аризоне. Вообще, многие мне постоянно вменяли в вину, да, то, что я там как-то критиковал Данила Герреру, делал на него там сам по обзору и все вот прочие видеоролики, где я там читаю его твиттер, смотрю там его инстаграм, такого еще не было, просто вот про твиттер было, про инстаграм не было, потому что он меня в инстаграме забанил, а твиттер, он, видимо, забыл пароль или там логин, и не может удалить вот весь этот позор, который там присутствует уже на протяжении нескольких лет. Так вот, я изначально вообще, когда вот был весь этот хейт Аризоны, я его, ну, не поддерживал абсолютно. Вот, возможно, что-то там такое и было, но потом я понял, что это абсолютно бессмысленно, я был заложником каких-то стереотипов, каких-то навязанных мне идей Данилом Геррера, и когда я уже понял, что Аризона Рулеплей на самом деле не так уж и плохо, когда я увидел, что дойдут многие ютуберы, когда я увидел то, какие обновления, какие системы они делают, я понял, нет, Аризона Рулеплей это классный проект, и потом даже Данил Геррера вам это доказал, потому что он, несмотря на все конфликты, несмотря на все разногласия и на всю прочую хуйню, он перешел на Аризон Рулеплей, начал там снимать, проебал всю репутацию, проебал большинство своей, знаете ли, токсичной аудитории, но, как он сейчас говорит, она ему, в принципе, это и не нужна, вот эти вот все токсичные дети снимают свои видеоролики по манеру Дэннера или там всех прочих людей, вот эти вот, знаете ли, еще полицейские будни у него, ох, господи, блять, вот так вот приходишь после работы полицейским, и вот садишься смотреть «Героя полицейские будни», потом заходишь на Тринити Рулеплей по никнейму Данила Геррера и опять играешь за полицейского, и вот так вот ты отдыхаешь, и вот все становится у тебя вообще в жизни заебись, ты реально, ты преисполняешься в ней максимально подробным образом, и всеми вообще подробными образами, поэтому как-то так все это и происходит в последнее время, и как лично мне кажется, то есть уже нужно отречься от каких-то стереотипов, которые вам были навязаны другими людьми, и начать уже что-то там пробовать, что-то там делать. Я понимаю, вот допустим, Evolve Рулеплей, да, проект, который наебал большое количество ютуберов, как минимум Андрюха Кевского, я его считаю за ютуберов 10, да, то есть вот Андрюха Кевский, это вот как 10 каких-нибудь охуесосных ютуберов, только вот это один Андрюха Кевский, он охуительный, вот, его наебали там еще, возможно, каких-то людей, и просто Андрюха Кевский-то он не терпел, он терпеть вот это вот отношение к себе не стал, и, в общем-то, ушел, да, оттуда куда-то, на СамПРП, вроде, сначала он ушел на Даймонд, потом на СамПРП, вот, там как-то все закрутилось, завертелось, в общем, все там было достаточно классно, достаточно интересно, достаточно какие-то там прочие вещи у него были, в общем-то, и все вообще прочее, и вот Аризона в данном же случае никого не наебывала, у нее был всегда свой мод, да, возможно, поначалу, вот, как уже показывал Данил Геррера, были какие-то там, знаете ли, чужие маппинги, чужие интерьеры, и все прочие интерьеры, там, Данил Геррера сказал, вообще какая-то хуйня, блять, заходит в бан, говорит, ебать, что там наверху кафе, какое-то, да, ужас, как так вообще можно делать, скины бомжей, там вот это вот вообще ужасно, господи, просто ужас, вот Данил Геррера, как законодатель скинов бомжей, он все это приинспектировал, все он это сказал, и, в общем-то, всем все сразу стало понятно насчет Аризоны и всех вообще вот прочих вещей, всех прочих систем, и, в общем-то, как-то там все вот это вот произошло, и ты, типа, такой думаешь, ну, ё-моё, ну, Данил Геррера, ну, как же так-то, а сейчас ты смотришь на Аризон, топ-1 проект, там, 10 тысяч онлайна ежедневно практически, и все, у Аризоны как бы заебись, а Данил Геррера там сидит где-то на тринити роли плей, после того, как ушел с Ревента, и вот просто там делает все свои полицейские будни, и полицейские погони, и вот все-все-все прочие вещи. Ладно, опять-таки, я про Данила Геррера могу говорить там полчаса, час, возможно, два часа, три часа, это мой лучший друг, и вы знаете, говорить про него, это, ну, никогда мне не составит какого-то особого труда, я всегда его везде могу упомянуть, даже вот если у меня будет, допустим, миллион подписчиков, у Данила Геррера будет там, я не знаю, 30 тысяч подписчиков, то все равно я всегда буду упоминать Данила Геррера, всегда буду говорить, что вот, это тот человек, благодаря которому я поднялся, когда-нибудь я, так сказать, напишу книгу, видеоролик, который изменил мою жизнь, или знаете, или человек, который изменил мою жизнь, и там вся, вообще, книга будет посвящена Данилу Геррере, потому что Данил Геррера, это сверхчеловек, это на самом деле вот такой вот чел, вот, и что я могу сказать, скоро все изменится к лучшему, и как минимум, об этом говорит уже даже Резона, которая, точнее даже не Резона, а Стас Мэйсон, директор Резоны, который согласился перенести сотрудничество с того канала, вот на этот канал, поэтому, что я вам могу сказать напоследок, и на все прочее, в общем-то, челлендж, эксперимент, он можно сказать, удачный, потому что, ну, если выпускать ролики каждый день, то уже там за 300 роликов у вас что-то да будет, то есть не будет такого, что вы выпустили 300 роликов, и вот везде там ноль просмотров, нет, такого не будет, поэтому вот можете воспользоваться челленджем в любой другой инфраструктуре, в любой другой сфере, и вот все, вот это вот посмотреть, как там у вас все получится, в общем-то, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Arizona Roleplay Phoenix находится в описании под данным видеороликом, не путайте, Chandler Phoenix, Chandler это четвертый сервер, а Phoenix это первый сервер, в общем-то, и все такое, мой никнейм DanteConnor находится в описании, заходите, регистрируйтесь, получайте свои 300 тысяч долларов при достижении вами определенного левела, всем спасибо, всем пока, и многое другое, Субтитры сделал DimaTorzok